Привет, друзья! Это 5 элемент, меня зовут Денис. В прошлом ролике мы с вами поговорили про Samsung Galaxy A31 новенький. Посмотрите, пожалуйста, по подсказке. А в этом ролике мы с вами поговорим про Samsung Galaxy A41, продолжатель прошлогоднего A40, такой же компактненький. Посмотрим, каким он получился. Поехали! Я буду позволять некоторое себе отклонение в сторону Samsung Galaxy A31, потому что они похожи, но все-таки отличия имеются. Давайте начнем с корпуса. У нас цвет на обзоре черный, и у него имеется такой бензиновый отлив, который дают все нефтепродукты, которые капают на асфальт. Благо сейчас нефть это дешевка, можно позволить себе такие шутки. Так вот, есть еще помимо черного цвета еще и белый и красный. На задней крышке прямоугольный по-прежнему блок камер, который лишился, правда, макрообъектива. Не очень-то и хотелось, знаете ли. Расположение кнопок и разъемов абсолютно такое же самое, как и в Samsung Galaxy A31. А именно, с правой стороны у нас имеется качелька громкости, кнопка питания, снизу у нас Type-C разъем решетка динамика и 3,5 джек с микрофоном. Хорошо, здорово. С левой стороны у нас имеется SIM-слот, он полноценный, большой, а сверху у нас есть дополнительный микрофон. Должен сказать, что из-за малогабаритов смартфон очень легкий, порядка 150 грамм, там с копеечкой, но в целом в руке он лежит отлично, и управлять одной рукой тоже возможно. А разблокировать экран можно тоже двумя способами. Это сканер распознавания лица и датчик отпечатков пальцев, и датчик отпечатков пальцев работает примерно так же, как на Galaxy A31, а вот разблокировка по лицу мне показала, что работает быстрее. Не знаю, с чем связано. Что у нас по дисплею? 6,1 дюймовый экран с разрешением 1080 на 2400 точек. Такой же, кстати, как в Galaxy A31, а значит плотность пикселей здесь еще и больше за счет меньшего экрана, значит все еще более четкое. Какой функционал по настройке экрана имеется? Это, собственно говоря, темная тема для того, чтобы можно было экономить энергию, в том числе на вашем смартфоне. Также есть настройка температуры, кто-то любит похолоднее, кто-то потеплее, можно двигать ползунки RGB, как вам угодно, то есть настройка экрана здесь достаточно обширная. Также стоит отметить, что у смартфона Samsung Galaxy A41 достаточно тонкие рамки по бокам и сверху, есть снизу небольшое утолщение, так называемый подбородок, но он не страшный. Теперь к софту. 10-ая Android, фирменная оболочка One UI 2-ой версии, если быть точным, она называется 2.1, и мы уже много раз говорили, что здесь у нас имеется. Это фишка, которая перекочевала из флагманов, это удобная боковая панель, в которой есть, наверное, все. Это быстрый доступ к некоторым приложениям, это функциональный блок, где можно использовать компас, рулетку, там, не знаю, набор юного техника, короче говоря, друзья. И есть функциональные скриншоты, где можно отфотографировать экран, как вам удобно, с овалом, с прямоугольником, с анимацией, либо же закрепить эту картинку на экране. Также поддерживается управление жестами и имеется функция дублирования приложения для ведения нескольких аккаунтов в социальной сети. В плане железа этот смартфон, опять-таки, очень схож с Galaxy A31, потому что здесь процессор от MTK6768. В принципе, в плане троттлинга хорошо себя показывает, всего лишь 15% частоты может скинуть и не сильно греется. Также здесь оперативная память на 4 гигабайта, а это значит, что в Antutu вот эта вся прелесть набирает 170 тысяч баллов. В принципе, неплохо, и если мы берем в расчет маленький размер экрана, то удобно все держать, пальцы достают везде, и можно попадать в врагов с завидной точностью. Встроенная память 64 гига, можно расширять память с помощью microSD флешек до 512 гигабайт. А вот что бы я отнес в существенный минус этого смартфона, это то, что в отличие от A31, здесь батарейка не 5000 мАч, а 3500. Если учитывать незначительное падение в размере экрана, но сохранение разрешения, то мы все-таки в автономности теряем. На самом деле, если я мог прожить с тем смартфоном 2 дня, легко, вообще без проблем, то здесь день-полтора это максимум. Дополнительно скажу, что в смартфоне поддерживаются Bluetooth 5 версии и NFC. Далее перейдем к камере, и здесь она не четверная, если так можно сказать, как в Galaxy A31, а тройная. Казалось бы, модель вроде бы старшая, камер меньше. Здесь пропал макросенсор. Ну, как я сказал, что, не знаю, мне лично он не нужен совсем. Во всем остальном, эта камера абсолютно идентичная, 48 мегапикселей основной сенсор, есть ультраширокая съемка на 8 мегапикселей, и есть сенсор, который мерит дальность на 5 мегапикселей для ваших портретных снимков. А вот фронтальная камера здесь лучше, чем в A31, там было 20 мегапикселей, здесь 25, светосила 2.2. Очень жалко, что по-прежнему в смартфоне нет записи 4К, только Full HD с фронтальной с основной камерой стабилизацией тоже не завезли. Здорово, тест звука и картинки на фронтальную камеру смартфона Samsung Galaxy A41. Что думаете? Напишите в комментариях. И в концовке, по традиции, мы тестируем с вами звук, давайте послушаем. Вы знаете, по звуку, конечно, я старый человек, но есть еще пора в пороховницах, у меня на майке написано, но мне кажется, что A41 звучит лучше, чем A31, но на процентов на 30 точно. И давайте подведем некоторые итоги по смартфону Galaxy A41, начнем с минусов. И для меня, честно говоря, самый большой минус, он один, и это сниженная батарея, и живет он реально гораздо меньше, чем тот же A31. Во всем остальном, мне действительно очень нравятся компактные смартфоны, и им удобно управлять, он эргономичный, удобный, не режет руку, что самое главное. У него неплохая камера, неплохой звук, как могли убедиться, классный экран, сочный, супер AMOLED, с даже чуть более четкой картинкой, чем в Galaxy A31, конечно, вообще это может быть и незаметно будет, но тем не менее, греют душу такие цифры. В общем, неплохой компактный вариант от компании Samsung, что вы о нем думаете, тоже напишите нам в комментариях, будет интересно. Короче говоря, друзья, если вам ролик понравился, был полезен, то поставьте просто лайк, подпишитесь на наш канал, самое главное, помните, что 5 элементов всегда на вашей стороне. До новых встреч, пока-пока.